Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы переведем и разберем песню, которая называется «Kine Angst» исполнителя Каспа. Каспа написал эту песню, вдохновившись документальным фильмом об одном танцевальном движении, которое имело место в Тель-Авиве. И суть этой песни в том, что люди продолжают заниматься тем, чем им очень нравится, в данном случае танцевать, даже несмотря на ужасные внешние условия, на войну, на террористические атаки и так далее. Очень качественный и выразительный клип они сделали на эту тему. Я не могу сказать, что он мне как-то очень нравится, но он качественный, и чтобы свое мнение составить, стоит его посмотреть. И, конечно же, ссылку на клип я оставлю в описании. А теперь непосредственно к переводу. Сначала прочитаем, потом разберем грамматику. Итак, поехали. Каспа, «Keine Angst». Как будто теряешь сознание. Пути будто всегда полны были камней. И несмотря на все звучащие здесь Аллилуйя, ни у кого не осталось ничего святого. Сломленные дети разрушенного города настроение могут испортить в любой момент. Но мы еще попадаем в такт. Итак, мы перевели первый куплет. Давайте теперь его поподробнее разберем. Здесь вот в первой строчке «als ob» это вот это «как будто». И здесь, интересным образом, «als ob man nicht verstand für led» сначала идет просто «presence». А потом «vern» это конъюнктив, который как раз является вот этим сослагательным наклонением. Дальше вот эта строчка дословно «trots» это «несмотря на». Потом идет в данном случае датив. «All den hallelujahs» здесь «hallelujah» вот в дативе, датив в pluralе «sten». И «here» здесь. Следующая строчка, вот это «kainem» это «ни у кого». Здесь отрицательное местоимение «kain» в дательном падеже. «Was» это в данном случае мы переведем как «ничего», потому что в немецком просто есть правило одного отрицания. Если отрицательное местоимение есть «keinem», то нам уже не нужно говорить «nichts». То есть не нужно еще одно отрицательное местоимение ставить, достаточно просто «was». Ну, «heilig» это «святое». «Kainem» ни у кого, «was» ничего, «heilig» – «святого», «meer» – «больше». Дальше. Вот это вот причастие «gebrochen» от глагола «brechen» ломать, а «zebrochen» в общем-то от того же глагола, только с приставкой. Если «brechen» – это вот так ломать, то «zebrechen» – это уничтожать полностью. Следующая фраза интересная. «Stimmung könnte jederzeit kippen». Дословно переводится «настроение может в любое время опрокинуться». Вот это вот «kippen» – это когда теряешь равновесие и падаешь. Ну, в данном случае понятно, что опрокинутое настроение – это вот когда тебе его испортили, поэтому я здесь так и перевел. Поехали дальше. Здесь вот нету глагола «попадаем». Здесь просто «aber noch», «но еще». «Ist es» – «это есть im takt» – «в такте». Вот здесь вот нету слова «огонь». Здесь дословно «las es brennen in dir», «puść это brennen» – «горит in dir» в тебе. Ну и все. Здесь больше ничего разбирать. Поехали. Следующая часть. Разберем теперь припев. Каспар в своем стиле «я чувствую», «что чувствую», «так как я больше ничего не чувствую». Эти стены сужаются. «Fühl mich wie ich fühl, weil ich nix mehr fühl, kann mich irgendjemand hören» – «чувствую, что чувствую». То есть «я себя чувствую так, как чувствую», «так как я больше ничего не чувствую», «меня хоть кто-нибудь слышит». Вот эта вот фраза, она, ну, странная. Чё ж тут сказать. «Sich fühlen» – это «чувствовать себя как-то». Можно было бы сказать, например, «ich fühl mich gut», «я хорошо себя чувствую». А он здесь говорит «fühl mich», «чувствую себя», «wie ich fühl», «как чувствую». То есть «чувствую, как есть», «wale ich nix mehr fühl», «поскольку я nix mehr», «ничего больше fühl», «не чувствую». И дальше наше любимое «irgend», которое переводится на русский как «нибудь». «jemand» – это «кто-то», «irgendjemand» – «кто-нибудь». Итак, это мы разобрали, поехали дальше. Припев. «Keine angst, denn alles, was hier war, ist morgen vielleicht schon egal». Мне вообще очень нравится здесь припев. «Не бойся», ведь всё, что здесь было, возможно, не будет завтра иметь никакого значения. Außer gefahr. «Keine angst, denn das, was du jetzt bist, ist nicht, was du für immer sein wirst». Тут безопасно, не бойся, ведь таким, какой ты есть сейчас, ты не останешься навсегда. «Nicht für immer sein wirst, nicht für immer sein wirst, nicht für immer sein wirst, keine angst». «Не останешься навсегда» повторяется три раза и затем опять «keine angst, не бойся». Итак, разберём, что есть у нас в припеве здесь интересного. Вот эта фраза дословно переводится «завтра может», то есть «мог на завтра», «филеicht может», «шон уже», а «egal» – это вот «всё равно» или «не имеет никакого значения». Например, «Es ist mir egal». Мне всё равно, мне на это наплевать. Дальше, вот эта фраза «außer gefahr» дословно «вне опасности». «Außer» – это вот предлог «вне», а «gefahr» – это опасность. От слова «gefahr» можно образовать прилагательное «gefährlich», и тут я вспоминаю фразу, которую мы выучили там на первом или втором курсе «универа». Сейчас я вам её произнесу. «Es ist nämlich sehr gefährlich». Это было в контексте какой-то книги, в общем, там какие-то ребята что-то делали, один друг к другому говорит «Es ist nämlich sehr gefährlich» или что-то в этом роде. В общем, там было использовано слово «nemlich», и мы как бы учили эту фразу просто, чтобы запомнить, что если в немецком языке слово «nemlich» стоит на третьем месте, то на русский язык, вот это «nemlich» переводится «дело в том что». И по-русски мы это ставим в начало предложения, а вот немцы ставят в середину. Поэтому вот эта фраза «Es ist nämlich gefährlich» или «Es ist nämlich sehr gefährlich» переводится «дело в том, что это очень опасно». Так что хоть это и не относится никак к этому клипу и к этому припеву, всё равно запомните, что «nemlich» может переводиться как «дело в том что». Дальше, следующая строчка, которая мне вот здесь реально очень нравится. «Denn das, was du jetzt bist, ist nicht, was du für immer sein wirst». Если мы ее разберем дословно, «Ведь то, что ты сейчас есть, есть не, то есть не то, was du, чем ты für immer навсегда sein wirst будешь». Ну и дальше вот это «nicht für immer sein wirst» повторяется. Поехали, переведем, разберем второй куплет. «Wird lieber sterben, als nach Hause gehen, einfach loslassen im freien Flug». «Лучше умру, чем пойду домой». Просто отправиться в свободный полет. «Атmen, warten, bis der Staub sich legt, ruhig blut». «Alles gut». «Дышать, ждать, пока уляжется пыль, спокойствие. Всё хорошо. Erst ein Zumen, dann ein Chor, dann ein Schrein in Harmonie, Veränderung in der Luft nur zu greifen scheinbar nie. Сначала легкий напев, затем хор, затем крик в унисон. Изменение в воздухе, но кажется, что его не уловить. Alle wie halbwach im tiefschlaf, druck in der Brust. Nun wird Luft in lahme Lungen gepumpt. Все как будто полубодрствующие в глубоком сне, щемят в груди. И вот в парализованные легкие вкачивают воздух. Итак, давайте разберёмся, что здесь в этом втором куплете есть интересного. Интересная фраза. «Einfach loslassen» – «im freien flug». «Loslassen» – это как бы вот «всё отпустить». И здесь «im freien flug» – это дословно дательный падеж. Где? «В свободном полёте». То есть отпустить всё, отпустить себя в свободном полёте. Дальше всё более-менее дословно. Вот здесь вот «ruis blud» – дословно «спокойная кровь». Вот. Ну, я просто перевёл «спокойствие», потому что «спокойная кровь» как-то не очень по-русски звучит. Здесь я перевёл «nur zugreifen scheinbar nie». Кажется, что его не уловить. Вот это «zugreifen» – это «уловить», собственно. А «scheinbar» – это вот «кажущееся». Здесь, ну, как бы грамматически это всё немножко не так, как в русском, но по смыслу именно так. Так кажется, что не уловить. И вот «scheinbar» в данном случае – это вот то, что переводится как «кажется». Вот здесь «halb wach» – полубодрствующее. Вот «wachsamkeit», «бодрствование», «wachen», «aufwachen», «просыпаться». «Tief schlaf» – глубокий сон. «Druck» – это… я перевёл «щемит» в груди, но «друг» – это вот когда мы надавливаем. «Druck» – это давление, да, вот когда надавливаешь. «Друг». Дальше всё дословно. Поехали. Значит, припев. Он здесь повторяется, поэтому мы его второй раз переводить не будем. Вот это тоже повторяется. И что не повторяется, так это «бридж», вот эта вот фраза. Давайте её сейчас переведём. «Ni wieder nicht du nicht ich». Ну, и здесь повторяется «nicht du nicht ich». «Больше никогда», «ni ты, ni я». Ну, и вот это много раз повторяется. И в конце «nicht du nicht ich», «ni ты, ni я». И затем повторяется ещё один раз припев. И затем утро, которое состоит из выражения «kind angst», «best страха» или «не бойся», которое мы с вами уже перевели. И на этом, собственно, и заканчивается перевод этой песни. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если так, то, пожалуйста, ставьте лайк. Буду рад, если вы напишите мне в комментарии, как вам клип, как вам песня, как вам перевод, насколько это было полезно и интересно. И на этом я с вами прощаюсь. Учите немецкий с хорошей музыкой. До скорых встреч. Всем пока. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok